МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Дом. Рассказываем о событиях в Украине и мире. В студии Анна Ниченко. Добрый день. Помощь из Китая. Ночью в аэропорту Борисполь приземлился украинский военный самолет с партией тестов для выявления COVID-19. Об этом сообщили в Офисе Президента. Кроме 250 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, из Поднебесной доставили медицинские маски, дезинфекторы, а также аппараты искусственной вентиляции легких. Сегодня их получат лаборатории и больницы в каждом регионе Украины. В Украине подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Больше всего больных в Киеве – 29. На втором месте Черновицкая область – 25. По 5 зараженных в Киевской и Ивано-Франковской областях. Всего зафиксировано 3 летальных случая от COVID-19 в Украине. И один человек выздоровел. Сьогодні до Украины из Китайской народной республики прибыл літак, который доставил два вида тестов для диагностики коронавирусной хвороби COVID-19. Один вид тестов – это для ПЦР-диагностики, которая проводится у вирусологической лаборатории. Другие тесты – это тесты для экспресс-диагностики коронавирусной хвороби, которые отбываются біля ліжка хворого впродовж 15 хвилин. Незаконное вооруженное формирование не пропускают в Ордло наблюдателей ОБСЕ, ссылаются на карантин. Об этом идет речь в отчете мониторинговой миссии. За последние двое суток на неподконтрольные Киевы территории Донбасса не удалось попасть ни одному патрулю миссии ОБСЕ. Такие действия препятствуют выполнению мандата миссии на всей территории Украины. 58 млн долларов для борьбы с коронавирусом планируют выделить Украине ООН и Всемирная организация здравоохранения. Речь идет о двух планах помощи. Как заявил представитель Украины при ООН Сергей Кислица, первый план – это закупка лекарств и оборудования, а второй – поддержка украинцев, проживающих на востоке страны. Полная изоляция. С сегодняшнего дня в столице ввели ограничения на пользование общественным транспортом. Он будет перевозить работников исключительно критической инфраструктуры. Это медики, работники правоохранительных органов, продавцы, провизоры, спасатели и персонал коммунальных служб. Для этого им выдадут специальные пропуски. Маркиева Виталий Кличков, который раз напомнил, что карантин – это не каникулы. В целях безопасности детей в Киеве закрыли игровые площадки. Я наголошу, що всі дитячі майданчики закриті для відвідування. Будь ласка, не порушуйте правил. Ті, у кого не вистачає свідомості і відповідальності, платитимуть штрафи за порушення обмежень. Бо немає іншого виходу зберегти вас, якщо ви саме цього не хочете. Коронавирус уже в Крыму. На аннексированном полуострове зафиксирован первый случай заражения COVID-19. Об этом сообщает подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Заболевший мужчина недавно вернулся из Франции. Его госпитализировали в больнице Евпатории. Состояние его здоровья медики оценивают как средне-тяжелое. По 1000 гривен получат в апреле 10 млн пенсионеров. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, на одноразовую выплату могут рассчитывать украинцы, пенсии которых менее 5000 гривен. Кроме того, украинцев не будут штрафовать за неуплату коммунальных услуг и упростят порядок предоставления субсидий для тех, кто потерял работу в период карантина. Мы посыливаем социальный защит граждан, которые сейчас будут без работы в период карантина и потерять свою работу. Мы для них спростим порядок надания субсидий. Почти 60 тысяч украинцев вернулись домой из-за границы за время карантина. Об этом сообщают в Министерстве иностранных дел. Сегодня в арпорту Борисполь приземлился самолет из Мадрида. Возвращение домой ждут еще 27 тысяч украинцев. Как сообщила спикер Министерства иностранных дел Екатерина Деленко, уже завтра ожидается подварие из Неаполя, Стамбула, Берлина и Варшавы. Сейчас 152 украинца находятся на карантине за рубежом. Сегодня мы можем говорить о том, что более 70 тысяч украинских граждан уже вернулись в Украину за действием закордонных дипломатических установок Украины. Мы выходим из того, что более 20 тысяч украинских граждан еще остаются за кордоном. И мы продолжаем работу вместе с Министерством инфраструктуры, Державно-прикордонной службой для того, чтобы обеспечить повернение на Батьковщину уже в ближайшие термины и для решти наших всех граждан. Пенсионный фонд в Луганской области работает дистанционно. На время карантина отменили все личные приемы граждан. Людей консультируют по телефону. Для этого созданы горячие линии. Как живет Северодонецк в условиях карантина? И есть ли в городе паника? Узнавали наши корреспонденты. Без паники и страха жители Северодонецка выходят на улицу. В магазинах нет очередей. Люди покупают необходимые продукты. Такое, что каждый день нужно. Молоко, хлеб. Валентина и ее муж коронавируса не боятся. Больше опасаются гриппа. Делятся рецептом для его профилактики. Кафе и рестораны закрыты, поэтому еда на заказ в городе сейчас популярна. Для нас правила практически не изменились, поскольку мы до карантина мыли правильно руки. Мы соблюдали санитарию, гигиену. Единственное, мы сейчас, мои коллеги работают в масках, в очках. Продуктовые киоски работают. Персонал придерживается карантинных мер. Тут же молочка. У нас было, кроме вот этих перчаток и маски, мы обрабатывали все равно поверхности, кварцевали помещения. На улицах и в парках многолюдно. На самом деле мы настолько мало в жизни общаемся друг с другом, потому что в основном работа, гаджеты, планшеты. А тут есть возможность побыть с семьей, пообщаться, посмотреть вместе фильмы, почитать, позаниматься с детьми. В Луганской области определили санаторий для обсервации людей с подозрением на коронавирус. Но таких в регионе пока не зафиксировано. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов, Северодонецк, Твой дом. Число инфицированных коронавирусом в мире уже превысило 350 тысяч человек. При этом каждый третий выздоровел. Умерло более 15 тысяч. Наихудшая ситуация по-прежнему в Италии. Там более 5 тысяч смертей. Всего в стране почти 60 тысяч инфицированных. В ООН заявляют, что коронавирусом заразился каждый пятый медработник. Чтобы помочь бороться с пандемией, другие страны направляют в Италию своих врачей. Накануне прибыла бригада медиков из Кубы. Эти врачи боролись с лихорадкой Эбола в Западной Африке. Работали в условиях стихийных бедствий, землетрясений и наводнений. И сейчас мы здесь, чтобы выразить нашу солидарность и выполнить те обязательства, которые мы взяли, выбрав свою профессию. Итальянцы переживают трудные времена. И самое малое, что мы можем сделать, это приехать и помочь. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы минимизировать влияние вируса. Как один человек может заразить сотни других? В сети появилось наглядное видео, как распространяется COVID-19. Его опубликовал премьер-министр Индии Нарендра Моди на своей страничке в Фейсбуке. В ролике видим, как из-за одного инфицированного человека, который чихнул в пустом лифте, могут заразиться сотни других людей, поскольку коронавирус остается на поверхностях. В ролике также показано, как можно избежать распространения вируса с помощью простых правил мытья рук и использования маски или платка. Миллиард роз за 20 лет вырастили в тепличном хозяйстве под Киевом. Ежедневно тут срезают около двух сотен тысяч цветков, выращивают исключительно голландские сорта. Их видел Константин Занин. В теплицах площадью 20 гектаров выращивают до 40 сортов роз. Пионовидные выведены недавно, а некоторые виды уже стали классикой. Николай показывает самые популярные цветы. Под его личным контролем находятся пять теплиц. Два флагманских сорта представлены в моей теплице. Это Валанши Гран-при. Мы выращиваем уже почти 20 лет. Это очень востребованные сорта на рынке Украины. Людям очень нравятся. По словам Николая, в последнее время стали популярными так называемые спрей-розы. На их стеблях растет не один бутон, а несколько. У них богатая цветовая гамма – от бледно-розовой до коралловой. Весь процесс от выращивания до упаковки цветов полностью автоматизирован, но все контролируют люди. В каждом букете по 20 роз, но есть и индивидуальные заказы на оформление. Флорист Карина говорит, строгих канонов при создании композиции не существует. Но во всем нужно знать меру, говорит флористка, дабы не попасть в неприятное положение. Был у нас один гигантский заказ на 456 роз, который не вошел в двери ресторана заказчика. И делали его в четыре руки. Это был огромный необъятный букет. В праздничные дни особый ажиотаж. Иногда один флорист оформляет около тысячи букетов. А некоторым мужчинам повод не нужен. Жене. Ну, как с Раиса возвращаюсь, так и дарю. С кем работаете? С водителем, шофером, дальнее исследование. Константин Занин, Сергей Савчук, Киев, твой дом. Команда телеканала Дом продолжает следить за событиями в Украине и мире. До встречи в эфире в 20.30. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok